Баба гануш, баклажан, зажаренный в угле. Лому альтрапо, вырезка, завернутая в ткань. Саморос, печенье с зефиром и мексиканским шоколадом. Эта сладость в каждом из нас пробуждает ребенка. Здравствуйте, я Стивен Райтлин. Настало время гриля. Искусство гриля вместе со Стивеном Райтлэном. Полмиллиона лет назад произошла революция. Человек стал первым животным, научившимся готовить еду на огне. Жареное мясо дало начало всему языку, технологиям и искусству. Сегодня мы возвращаемся в прошлое. Никакого газа и плит. Сейчас популярные дизайнерские плиты, микроволновки, и легко забыть, что большую часть своей истории люди готовили на открытом огне. Приготовление в углях дает двойной эффект. Когда кожица сгорает, она придает баклажану неповторимый привкус дымка, делает его очень нежным. Кроме того, после гриля баклажан становится мягким, как сливочное масло. Обычно на своих лекциях по кулинарии я рассказываю, как не сжечь еду. Но в этом классическом рецепте из Средней Азии секрет как раз в том, чтобы сжечь баклажан. Сделайте прорези в баклажане. Сейчас узнаете, зачем. Итак, делаем прорези. В каждый разрез положите чеснок. Кстати, в Средней Азии обычно чесноком не нашпиговывают. Этому приему я научился в Тринидаде и Табаго. Затем разжигаем гриль. Я предпочитаю раскалять угли в специальном цилиндре. Снизу кладу скомканную бумагу, сверху засыпаю угли. Это кусковой древесный уголь, не сильно опаленный. Нужно разжечь дрова, а потом устранить доступ кислорода. Это можно сделать в пещере, в печи для обжига, либо просто закопать горящие дрова. Зачем нужно опалять дрова? Так из них испаряется влага и устраняются частицы, создающие неприятный дым. В итоге получается легкий уголь, который очень просто поджечь. Перекладываем угли в гриль. Вытряхиваем все из колбы, укладываем угли в один слой и кладем баклажаны прямо на угли. Жарим их прямо в кожице, которая сгорит, и таким образом баклажан пропитается дымом. Общее время приготовления 20 минут. Торопиться не следует. Название барбекю происходит от индейского слова «барбакоа». В 1516 году на острове Испаньола, то есть на территории современной Доминиканы, испанец Гонсало Фернандес де Абьедо, повстречался с индейцами, которые готовили какое-то блюдо на костре. Он спросил у них, что они делают. Они подумали, что он спрашивает, как называется блюдо, и ответили «барбакоа». Как узнать, что баклажаны готовы? Проткните вилкой или шампуром. Острие должно легко входить в мякоть. Берем баклажаны. Стряхните остатки углей. Выложите на противень и подождите пару минут, пока они не остынут. А потом ножом счистите горелую кожицу. В Средней Азии так готовят дома. Кладут баклажан прямо в печку. Если кто-то из вашей семьи готовит так, что еда подгорает, то это блюдо как раз для него. Порежьте крупно и переложите в кухонный комбайн. Перекладываем. Добавляем тахини, кунжутную пасту. Она продается в супермаркетах. Оливковое масло, лимонный сок, порезанная петрушка, соль и перец. Закрываем крышку и быстренько смешиваем. Попробуем. Вкусно, но немного не хватает соли. Запомните, самый главный инструмент повелителя гриля это его вкусовые рецепторы. Баклажаны на гриле готовят повсюду в Греции, Японии и Средней Азии. Там их используют для закуски баба-гануш, которую едят с лавашом. Причина популярности этого блюда проста. Баклажаны как губка впитывают дым. А теперь разогреем питу для нашей закуски. Разрезаем питу на половинки, смазываем оливковым маслом. Это масло используют в Средней Азии на протяжении всей истории человечества. Посыпьте каждую питу кунжутными семечками. Кунжут также известен с библейских времен. Верните решетку обратно на гриль, смажьте ее оливковым маслом с помощью салфетки или тканей. А теперь выложите половинки питы. Жарится хлеб быстро, по 1-2 минуты с каждой стороны. Гриль – это первый в истории тостер. Если в центре жар сильнее, просто перемещайте хлеб по решетке, чтобы кусочки прожаривались равномерно. И еще одна деталь. Горящие угли у меня занимают две трети площади, а часть гриля, которая прямо передо мной, без углей. Я могу переместить питу сюда, чтобы не сжечь. Итак, мы сделали горячую питу к закуске баба гануш. В качестве завершения можно немного посыпать блюдо паприкой. Поразительно вкусно. Самое приятное в этом блюде, что вам не нужны приборы. Когда я впервые узнал о существовании блюда ломо-альтрапо, вырезка, завернутая в ткань, я решил, что нужно попробовать это приготовить. Даже специально съездил в Колумбию. Это зрелищный способ приготовления мяса на гриле. Он уникален тем, что аналогов ему нет больше нигде в мире. В своих путешествиях по миру гриля я познакомился со многими удивительными рецептами. Но ничто не может конкурировать с колумбийским ломо-альтрапо. Для его приготовления нам понадобится говяжья вырезка, хлопковая ткань и много-много соли. Смотрите внимательно. Эта центральная часть говяжьей вырезки весит около килограмма. Берем примерно килограмм соли и распределяем ее по ткани ровным слоем примерно половина сантиметра. вот так. Высыпаем и разравниваем. Затем посыпаем соль сухим орегано. Положите вырезку на ткань, заверните один угол, потом второй и полностью закройте мясо. Далее заверните его как колбаску. хорошо. Вот так. Я покажу, как сделать узел из веревочки для мяса. Завязываем как шнурок на ботинке. Затем указательный палец к себе. Кладем веревку поверх него, внахлест переворачиваем, пропускаем сквозь петлю свободный конец и затягиваем. Получается плотный узелок, отрезаем лишние концы. с другой стороны делаем то же самое. Снова простой узел, указательный палец на себя, веревку поверх пальца, внахлест переворачиваем, пропускаем сквозь петлю свободный конец и затягиваем. Эти узлы не развяжутся. Продолжаю в том же духе. Готовим просто и без затей, прямо в углях. 9 минут с одной стороны, 8 с другой. 9 минут на одной стороне, 8 минут на другой. Популярный гарнир в Латинской Америке батат, проще говоря, сладкий картофель. Запекаем его в тех же углях. И лей их на эмбер тоже. Время запекания 45 минут в час. Каждые 10 минут поворачивайте на четверть оборота. Поскольку это дольше, чем мясо готовится, я заранее запек несколько картофелин. Когда картошка готова, она легко протыкается шпажкой или шампуром. вот так. Когда готовите еду прямо в углях перед подачей, стрясите с нее угольки и пепел. Выкладываем сначала на металлический противень, поскольку они очень горячие. Итак, батат на углях готов. охлаждаем пару минут. Прошло 9 минут. Переворачиваем вырезку. На второй стороне жарим 8 минут. Около миллиона лет назад человек прямо ходящий использовал огонь, чтобы извлекать костный мозг. В рацион охотников и собирателей входило много белков, но мало жиров, поэтому косточки были для них важным элементом питания. Очень важным. со второй стороны прожарилось мясо 8 минут, в общей сложности 17 минут, выкладываем вырезку из углей на противень и даем ей остыть. Возвращаемся к батату. Смазываем картофель сливочным маслом с кинзой, чесноком и кумином или зерой. рецепт масла на нашем сайте. Если останется немного пепла, не волнуйтесь, ведь вся прелесть блюда как раз в этом. Поскольку готовим как в каменном веке, используем грифельную доску. Осталось только освободить мясо от корки. Разбиваем ее, снимаем, счищаем остатки соли кисточкой. с помощью разделочной вилки ножа разрежьте вырезку. Вы только полюбуйтесь. недалеко от города богата есть ресторан Андрес Карне Нерес. Начиналось все с одного повара, одной же ровней шести столиков, а потом он разросся до размеров городского квартала. Обычно за выходные они обслуживают две-три тысячи посетителей. Несмотря на размах, они тщательно контролируют качество. У них даже есть отдельный отсек на кухне для приготовления лому-альтрапо. У мастеров гриля таймер поставлен на 8 или 9 минут. Когда удаляем корочку, получаем поразительно сочное мясо с дымком подцепите мясо ножом для разделки и выложите на блюдо для подачи на стол. Осталось попробовать. Обычно лому-альтрапо подают без гарнира, но можно добавить к нему острый соус ахо из зеленого чили. Никогда не мог подумать, что такое простое блюдо может иметь такой богатый вкус. Итак, это одна из вершин искусства гриля. Десерт Самор это классика американского гриля. Вы наверняка пробовали лето, если бывали в походах или были в детстве скаутом. Я просто решил адаптировать эту сладость под городские условия. Вместе с зефиром я расплавлю шоколад, а вместо простого печенья я возьму песочное с шоколадом. Мои прошлые рецепты могли быть для вас откровением, но это вы наверняка уже пробовали. нужно расплавить зефир или маршмеллоу с шоколадом на огне до состояния липкости и текучести. Итак, приступим. А вместо дорогого темного шоколада я взял дешевый мексиканский он ломкий с кристалликами сахара и корицей. зефир или маршмеллоу протыкаем шпажкой, а потом в отверстие пропихиваем кусочек шоколада. Вот таким образом. Показываю еще раз. протыкаем шпажкой и в отверстие пропихиваем шоколад. А теперь самое интересное. Нанизываем зефир на специальную вилку или просто на шампур. Если жар слишком сильный, просто вытяните раздвижную вилку на всю длину. и просто греем над огнем. Есть две традиции. Можно либо подрумянить зефир, либо поджечь его. Думаю, вы догадываетесь, какой традиции придерживаюсь я. А теперь самый экстремальный момент. экстремент. Если вы так же помешаны на огне, как и я, то поджигайте. Во многих мировых культурах очаг это центр жизни всей семьи и целого общества. Одно из значений латинского слова «фокус» это очаг, который был в каждом римском доме. Финальный шаг зажимаем зефир между двумя домашними печеньями и снимаем с вилки. Этот вкус возвращает меня в детство. Наши предки начали готовить еду на огне 500 тысяч лет назад и кажется будто это было вчера. Итак, сегодня мы приготовили баба гануш, лому аль трапу и саморос. Увидимся в следующей передаче. медали т т Субтитры подогнал «Симон»